Сегодня Всемирный день театра. В этот праздник обычно поздравляют актеров, но мало кто говорит о тех, кто по-настоящему делает театр. Билетеры и звукорежиссеры, костюмеры и кассиры. О закулисной жизни мускомедии расскажет Олеся Повар. Путешествие в мир под названием театр начинается не с вешалки, как мы привыкли говорить, а с кассы. Каждый выбирает билет по вкусу. Вера Семеновна помогает сделать правильный выбор уже 25 лет. Я люблю людей, которые приходят в театр с удовольствием. И с удовольствием их обслуживаю. Считаю, что это праздник посетить театр, в котором когда-то работали такие звезды, как Водяной, Сатосова, Крупник. Вера Михайловна тоже стоит в одной очереди с желающими посмотреть спектакль. У тетушку Шарле я уже смотрела. И летучую мышь смотрела. И я больше посмотрела, чем не смотрела. Я позвонила, седьмой канал, что-то там угадала и получила билет. Получив заветный пропуск, зритель смело переступает порог театра. И первым здесь его встречает билетер. Это, пожалуй, тот человек, с которого начинается театр. Мы встречаем зрителя. Мы стараемся его подготовить морально к тому чуду, которое предстоит ему увидеть и услышать. Изначально в театрах не было гардеробных. Зрители сидели на спектакле в верхней одежде. А сто лет назад за то, чтобы оставить пальто, нужно было заплатить 20 копеек. Время изменилось, и сейчас гардеробная – это часть театра. У нас уже есть свои зрители, которые подходят персонально к какому-то гардеробщику, потому что уже знакомы много лет. Уже скоро в зал придут первые зрители. А пока десятки людей настраивают инструменты, готовят декорации и репетируют роли. В мускомедии всегда живое звучание. Пока оркестр повторяет партии, звукорежиссеры настраивают микрофоны. У нас два человека за пультом. Один еще на видеопушке стоит. Вадим находится здесь. Потому что постоянно что-то происходит. Отвлекаться нельзя. Весь спектакль проходит в напряжении. Мы так друг друга кровь пьем. Мы можем в шутку. Ну да. Между собой иногда конфликтуем. У нас на самом деле очень дружный коллектив, и мы на самом деле реально семья. В театральной семье принято хорошо одеваться. За каждым образом следят костюмеры. Это не просто одеть. Нужно следить за костюмами, за их состоянием, чтобы, если где-то что-то нужно переделать и подремонтировать, то это тоже в этом участвует костюмер. Чтобы тот комплект, вернее тот костюм, в котором будет работать актер, он должен быть полностью головной убор. То есть в какой-то момент что-то не упустить, потому что это очень важно. Грозный лев или отважный капитан? В театре можно стать кем угодно. Для завершения образа актеру выдают реквизит. Мы находимся в реквизиторском цеху. Здесь гитары, чемоданы, корзины и даже череп Йорика. Йорик, скажи нам, быть или не быть? Спектаклю точно быть, а театр будет жить вечно. Занавес мускомедии приоткрыли Олеся Повар, Валентин Мирза и весь седьмой канал. Продолжение следует...